здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из германии независимый журналист евгений кудрец здравствуйте евгений здравствуйте михаил ну вот история с убийством в германии гражданина грузии как подозревают немецкие власти с причастностью российских спецслужб эта история которой мы с вами говорили буквально неделю назад получила активное продолжение вот об этом давайте поговорим к значит как стало известно буквально сегодня когда мы записываем нашу программу россия как и обещала сделала адекватный ответ и выслала двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия германской стороны как в германии расцениваю этот шаг и считают ли там что будет дальнейшая эскалация или каждый из сторон ограничиться вот этими шагами только но вот есть официальное уже заявление мида германии и вот я просто процитирую что федеральное правительство сожалением принимает сведению решения российского правительства объявить персонами нотграна двух сотрудников посольства фрг в москве в мид фрг также заявили что это решение москвы посылает неверный сигнал является неоправданным и также тут пишут что с точки зрения федерального правительства естественно германии необходимо серьезное безотлагательное участие российских властей и более после того как генпрокурор приступил к расследованию этого дела на том основании что имеются достаточные фактические доказательства того что убийство совершено либо от имени государственных органов российской федерации либо от лица чеченской республики то есть это то же самое что о чем мы говорили прошлый раз что след или федеральный российский или более локальный чеченский и это пересекается с тем что сказала россия что россия назвала высылку двух своих дипломатов тоже неоправданным шагом то есть это такая обмен любезностями дипломатическими но я думаю что кризис будет нарастать потому что то что сказал владимир путин здесь восприняли как какой-то шок и недоумение потому что он сказал что россия оказывается обращалась германии с просьбой о высылке этого гражданина грузии здесь это все опровергают не было никакого запроса от россии то есть это совершенно так сказать ну не знаю как назвать блеф президента россии или фантазии потому что такого запроса не было а он сказал что это неоднократно были такие просьбы со стороны россии выдать этого гражданина и вообще очень много путаница по этому делу например недавно появилась информация что вот этот подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и чуть ли не попросил политическое убежище в германии сразу же пришло опровержение потом были еще всякие спекуляции на эту тему ну мне кажется что как я уже сказал кризис будет нарастать и в россии вроде бы согласилась сотрудничать но мне интересно каким образом это будет все делаться это всем интересно потому что до сих пор это действительно напоминает какой-то театр абсурда президент россии на прямой вопрос запрос на парижской встрече канцлер германии говорит о том что вроде бы были запросы россии германии германия это опровергает что не было при представитель прессе путина потом песков заявляет что нет все таки было не понятно в данной ситуации кому верить но есть еще одна сторона вопроса это сегодня вам на пресс-конференции представителя прокуратуры германии вроде бы было заявлено что у этого человека подозреваемого в этом убийстве якобы был некий сообщник что вроде бы он технически не мог совершить это преступление за столь короткое время что он приехал всего за сутки до того как это убийство было совершено не имея ни настоящего имени этого человека убитого не того где он живет и что вроде бы у него должен быть сообщник это пока что только предположение или уже какие-то установлены факты по этому поводу пока расшифровки такой нет и нету более точно и подробной информации но действительно это появилось так такие данные что скорее всего был сообщник но если бы его арестовали конечно бы это было первой строкой всех информационных агентств но это вполне логично потому что действительно за один день вот так вот справиться тем более мы с вами уже говорили что погибший находился тут под другим совершенно именем и это нужно было знать и поэтому то что говорит путин что это были какие-то бандитские разборки тоже не выдерживает никакой критики потому что если это бандитская разборка значит нужно знать и в лицо и по фамилии кого-то так сказать решил убить а здесь получается что и мало того что убийца был под чужим документами и убиты в общем тут такая вот абсурдная немножко ситуация и еще путин заявил что этот убитый был причастен ко многим терактам том числе маска в москве и назвал его бандитом но вот совсем недавно вот на днях отмечается 25-летие сначала первой чеченской войны и вот к этому так сказать событию путин наградил кадырова званием герой россии и тут если снять спросить она на какой стороне воевал кадыров и почему он является героем россии если он против воевал с россии получается тоже тут совершенно абсурд и если уже так сказать доводить до полного абсурда получается если кадыров это брак а вот этот полевой командир которого били в берлине по чем он хуже кадыров они вот это мне совершенно непонятно то есть тут запутанность полная потому что вот свести все каким-то бандитским разборкам что это просто или люди сами чеченцы не поделили что-то это была внутренняя какая-то история смешно учитывая то что мы говорили прошлый раз паспорт на другое имя и связи все-таки ведут в спецслужбы но мне кажется что здесь часть правды есть слова путина что этот человек не обязательно действительно кадровый офицер гру или другой спецслужбы россии он мог быть быть бандитом действительно которого просто наняли потому что вы помните что в 90-е годы многие киллеры в россии выполняли задания каких-то тоже спецслужб исполнит а уместно такое сравнение что это не просто какой-то чекист скажем так а это человек которого просто наняли для совершения убийства и тут все сходится тут нет никакого противоречия так что нужно будет копать в этом направлении и еще вот по поводу путаницы говорили что убиты был гражданин грузии получил политического убежища в германии это не так он только ходатайство это ему было отказано а уже после его гибели его жена получила это убежище еще интересный факт и не помню говорил о нем или нет вот именно эта жена по именем манана если я не ошибаюсь она сказала что у убиты получал угрозы по ватсап на русском языке и там было написано что мы знаем что ты находишься в германии и мы тебя достанем так что я думаю на следствие предоставит эти записи эту переписку и покажет может быть это как-то поможет следствие а каким образом россия будет помогать это как помните говорил жванецкий что главное чтобы в процессе расследования не выкинуть самих себя как они будут выкручиваться что они будут сочинять и как они будут помогать мне очень трудно и вот то что мы с вами говорили что паспорт выдано какого-то мифического гражданина это уже факт и опираться просто глупо и говорить что это действительно вадим соколов покажите вот другие документы покажите его свидетельство рождения его дипломы но не естественно подлинные они сделаны где-то в лаборатории здесь я не знаю к чему приведет это сотрудничество и самое интересное что принципе показания вот этого убитого он сейчас держит так сказать молчание не собирается давать показания не обязательно потому что принципе уже доказано потому что были свидетели это этого преступления и его показания не так важны потому что уже все все становится очевидно но мы посмотрим это понимаете такой же сериал какой-то уже у нас уже третья серия я думаю что надо запасаться попкорном и ждать и каких-то развития этих событий да безусловно какое-то развитие должно быть и у меня только к вам еще один такой вопрос безусловно никто не утверждает пока да и нет для этого оснований что этот подозреваемый в убийстве был штатным сотрудником спецслужб или действовал по их заданию вполне возможно что это действительно как сказал владимир путин какие-то бандитские разборки и так далее это действительно покажет время но вопрос другом мы с вами говорили в прошлый раз что в отличие от англии я имею ввиду преступление которое было совершено во время убийства скрипаля которая крайне жестко на него отреагировала германия реагирует в общем-то достаточно сдержанно нету резких заявлений нету жестких заявлений они такие более более действительно сдержанные так вот мне просто интересно изменился ли тон в немецкой прессе в заявлениях политиков вот после того как владимир путин сказал в присутствии канцлера германии что мы же несколько раз просили выдать нам этого человека вы этого не сделали а теперь выясняется что на самом деле никаких запросов не было да действительно тон изменился и вот немецкие при либералы призвали помочь россию в деле об убийстве чеченца берлине и они ждут разъяснение от власти фрг от высылки дипломатов и вот свободно демократическая партия призвала москву к сотрудничеству в расследовании резонансного убийства берлине бывшая чеченского полевого командира зелимхана хангашвили вот об этом сказал политик эксперт по внешней политике биджан джер сарай вот это было совсем недавно 10 декабря и также немецкие левые тоже одобрили реакцию меркель на убийство чеченца в берлине и депутат бундестага от левой партии ян корте заявил что ему нравится позиция ангел меркель то есть тут видите идут по единым фронтом единственное что насколько я знаю другая партия альтернативы для германии как-то резко это все осудила и высылку и реакцию германии и ну вы знаете что это давние друзья россии и они так сказать считают что и вообще ничего не случилось и не нужно так бурно реагировать а в принципе вот в немецком истеблишменте и существует вот кроме альтернативы германии такое вот общее мнение что с этим надо что-то делать и вот именно реакция путина возмутило политиков и они ждут от москвы так сказать ответных каких-то действий уже не не слов о действиях хотя вот мид вы знаете российский сказал что это все надумано высосано из пальцев вот теперь пусть россия так сказать шар мяч на ее стороне и ей так сказать карты в руки пусть она помогает немецким властям в расследовании этого убийства и присылает своих специалистов на каким образом они будут это уже так сказать дело спецслужб но во всяком случае теперь слово за москвой и мне это очень интересно каким образом москва будет помогать и какие придумывать новые версии это всем интересно посмотрим как будут развиваться события евгений спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго до свидания напомню что с нами на связи из германии был журналист евгений кудрец до свидания